Добрый вечер, уважаемые телезрители! Российские нелюди продолжают день за днём уничтожать энергетическую систему Украины. И то, что энергетическая ситуация в Днепропетровской области не такая критичная, как во многих других регионах, в этом, в первую очередь, заслуга наших ПВО и наших энергетиков. Где, как и чем уничтожают врага наши ракетчики, нам по понятным причинам никто не расскажет. А вот о том, как умудряются сохранять напряжение в наших электросетях энергетики, узнаем прямо сейчас. В эфире Васильевский остров, у нас в студии генеральный директор ДТЭК Днепровские электросистемы Андрей Терещук. Здравствуйте, Андрей Иванович! Здравствуйте! Неделю, может быть, дней 10 назад, когда начались эти массированные ракетные удары по энергосистеме, по объектам, президент говорил, что энергосистема Украины разрушена где-то процентов на 40. Ну, ещё там другие цифры назывались. Мы же понимаем, где-то больше разрушено, где-то меньше. Скажите, в каком состоянии сейчас энергосистема находится в нашей области? Ну, безусловно, с учётом неразглашения всех военных секретов. Смотрите, ситуация сложная. Сложная тем, что действительно атаки не прекращаются, обстрелы не прекращаются. Если говорить о нас, как операторе системы распределения, который отвечает в целом за линии, за распределение в рамках области, а не за передачу электроэнергии, как оператор, допустим, системы передачи на экоэнерго, то мы подвергаемся скорее локальным обстрелам. В основном Никополь, Марганец, южная часть. Глобальные обстрелы в нашей части не так критичны, как это для передачи именно электроэнергии. Безусловно, там, где мы и наши ресурсы нужны, мы помогаем. А передачи вымесит сети, линии. Да, это высоковольтная линия электропередач, которая в классе напряжения выше, которая передает от генерации дальше в области, а дальше уже мы распределяем по домохозяйству. Поэтому, к счастью, мы страдаем только от локальных обстрелов. Мы страдаем от того, что, безусловно, мы в том числе и от больших ракетных атак мы тоже страдаем, потому что нам приходится перезапитывать по резерву в случае потери тех или иных источников питания. Нам приходится перезапитывать по резерву. И как один из примеров, если вы помните, когда была критичная ситуация в Кривом Роге, после массированной атаки, когда мы порядка от суток до трех, в зависимости от участков, мы на одном из участков круглосуточно работали, бригады меняли одна другую для того, чтобы отдельно проложить другую часть кабельной линии и чтобы перезапитать от других линий порядка четырех-пяти тысяч клиентов домохозяйственных. И это была такая достаточно сложная история. Она была длительной, она была тяжелой, в не очень хороших погодных, в том числе в условиях и так далее. Поэтому нас это затрагивает, затрагивает достаточно сильно. Мы ищем резервные источники питания, мы строим какие-то части линий для того, чтобы от других линий перезапитать наших клиентов и так далее. В случае нанесения ударов, в том числе по каким-то крупным объектам, как генерации, так и передачи. 2 ноября в Украинерго сообщили, что вводят дополнительные ограничения на подачу электроэнергии в три области. Днепритровскую, Запорожскую и Кировоградскую. На странице соцсети ведомства сообщается, что для поддержания стабильности работы энергосистемы Украинерго вынужден предоставить облэнерго объемы для ограничения, то есть, я так понимаю, меньшие объемы даны для распределения здесь уже. Свои действия не объясняют тем, что временные ограничения необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку и так далее. Переведите, пожалуйста, вот это на понятный такой бытовой язык и скажите, как эти ограничения, как уменьшение этих объемов, которые нам дадут, отразятся на потребителях, на бизнесе, на жителях? Это если перевести на обычный бытовой язык, мы можем провести аналогию. Мы с вами ежедневно выпивали по одному литру воды. Набирали в одном кране, в этом кране было 2 литра воды, и каждый из нас набирал по литру. Если вы хотели бы больше, соответственно, кран нужно было расширить. Мы это делали и так далее. А тут получилось так, что кран дал течь. Условно. И там ежедневно есть не 2 литра воды, а 1,5. Если кто-то из нас заберет литр, то второму останется всего лишь половина. Поэтому либо мы с вами снижаем питье воды нашей по 250 мл на каждого, и тогда каждый берет по 0,75. Либо кто первый встал, тот и напился. Ну, к сожалению. Поэтому мы, как оператор системы распределения, это компания, которая условно на этом кране. То есть мы просим, или оператор системы распределения просит нас, меня и вас, и говорит, не нужно выбирать сразу литр. Попробуйте выбирать постепенно. Потому что он не успеет наполниться. Попробуйте выбирать постепенно. Но по 750 на каждого. Это вот примерно, если говорить о бытовой аналогии. Соответственно, да, действительно, есть сложности с точки зрения объема необходимой электроэнергии. Поэтому мы проводим работу вместе с военной администрацией и совместно с бизнесом. Мы проводим работу с крупными предприятиями для того, чтобы они уменьшили потребление, насколько это возможно. Понятно, что с оглядкой на экологическую ситуацию, на экологическую броню, потому что есть необходимые объемы, которые предприятие потребляет для того, чтобы поддерживать безопасный бизнес. Да, не просто для того, чтобы обогреться, а для того, чтобы поддерживать безопасный бизнес с точки зрения экологии, с точки зрения процесса, технического процесса. Нет, но есть же энергоемкие предприятия, у которых большое количество электрики заложено в технологический процесс. И там ты либо его остановишь, либо... Это так, что там можно менять графики сейчас. Они более делают... Все, в принципе, предприятия откликнулись. Они сейчас более стараются равномерно. То есть в часы пик они стараются потреблять меньше. И мы договорились об объемах ограничений, которые предприятия должны снизиться. Потому что есть общий объем на область. И мы для того, чтобы и вы выпили воду, как я говорил ранее, и я, мы договорились, что определенные предприятия, которые максимально много потребляют, они будут снижать свое потребление в часы пик. Утренние часы пик и вечерние часы пик. Чтобы освободить для бытовых потребителей. В том числе и для бытовых потребителей. В том числе, чтобы... Не то, чтобы освободить для бытовых потребителей. А скорее для того, чтобы вот эту нехватку, образующуюся нехватку, ее компенсировать. Да, ее компенсировать. Когда ее компенсируешь, по большому счету, все остальные пройдут более-менее нормально. Если ты ее не компенсируешь и ее не хватит, значит, мы вынуждены будем вводить так называемые графики аварийных отключений для сбалансирования системы. Либо специальные графики аварийных отключений для того, чтобы... Тогда нужно будет выключать принудительно клиентов, потребителей, для того, чтобы все равно... То есть в этой бутылке не будет 2 литра воды. В ней 1,5. Поэтому либо мы с вами здесь очень ответственно смотрим и в течение дня потребляем эту воду. Либо кто-то из нас утром все выпил, либо кто-то от жажды умирает. Либо кто-то из нас утром все выпил, а второй все не выпил. Хорошо, вот вы сейчас буквально назвали несколько видов, или как это назвать, названий, да? Графиков, да. Графиков отключений. То есть веерные отключения, как таковые мы в новейшей истории Украины уже проходили как-то раньше. Ну вот в чем разница этих аварийная, стабилизирующая, да? Какая мне разница? Если у меня нет дома света, то его и нет. Как оно называется без разницы? Или все-таки есть? Ну, давайте с этим немножко разберемся. И вашим телезрителям будет, наверное, лучше понятно. Потому что сейчас... Ну, сейчас же стабилизационные введены графики. Да, да, да. Сейчас введены стабилизационные графики. То есть что такое стабилизационный график? Вот когда я говорил про воду, я говорил о том, что если мы понимаем, какой объем не хватает, мы говорим о том, что теперь 750 миллилитров на 24 часа, значит, по 10 миллилитров в час, условно, да, или по 5. Если мы это понимаем, если происходит авария, вот представьте, что 750 осталось, кто-то рядом проходил, сделал больше отверстия, и вода начала вытекать быстрее. Ну, например, произошла авария, либо обстрел, либо еще что-то, и это уже аварийная ситуация. И здесь аварийная ситуация, которую невозможно спрогнозировать. В чем разница между стабилизационными отключениями и аварийными? Это стабилизационные можно прогнозировать. Я говорил, они плановые. Ну, условно, да. Вот не хватает, как бы, да, мы понимаем, что не хватает, допустим, 100 мегаватт. У нас есть задача, да, нам ее ставит оператор системы передачи, говорит о том, что НЕКУК РНРГ, говорит о том, что, ребята, в ближайшие сутки, например, там, или двое, там, 100 мегаватт не хватает. Мы понимаем, какой бизнес, обращаемся к бизнесу, говорим, бизнесу на 100 мегаватт мы снижаемся. Бизнес снижается на 100 мегаватт, все нормально, никто никого не отключает. Если же произошла, как эта авария, нештатная ситуация, оператор системы передачи говорит, ребята, срочно нужно снижаться на 300 мегаватт, это, ну, графика временных отключений. Внедряем, есть очереди определенные, внедряем, там, допустим, столько-то очередей, там, для того, чтобы вот эти 300 мегаватт. А они уже всеукраинские, да, этой системы, исходя из этих потребностей? Да, да, да. То есть, они уже областями, да, перевернут? Они говорят, Днепру нужно, Днепропетровской области, например, там, 300 мегаватт, там, Житомирской, там, не знаю, столько-то, ну, и так далее. То есть, они уже сами смотрят на систему, как она сбалансирована, да, какие объемы употребления у каждого, и сколько нужно кому снизиться, для того, чтобы в совокупности у них, как говорится, все сошлось. Поэтому, то, что у нас есть на сайте, это графики, так называемого, почасовых отключений, да, это веерные отключения, да, в простонародье веерные отключения, которые можно запланировать, мы понимаем плюс-минус, что происходит, мы понимаем, сколько нужно выключить, и так далее. Это заранее известно, и каждый человек, открыв на сайте у нас этот график, может посмотреть себя, увидеть. Почему? Зачастую люди говорят о том, что мы, в графике нас нет, а нас выключили, да, и так далее. Нарекания, что адреса искали долго, там что-то. Да, 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 то есть, ну, с адресами мы стараемся сейчас, как бы, там, максимально, там, эту ситуацию почистить, сделать максимально корректно, и вот мы сейчас обновили на понедельник, на вторник, мы обновили графики по новой. Я надеюсь, что сейчас... Ну, это графики, которые были опубликованы, это вот этих вот плановых. Да, это плановые. Все остальное, это аварийные отключения, к сожалению. И там вы тоже по ситуации, вы же не можете заранее. Да, мы не можем запланировать. Вот я расскажу обычный простой случай, у меня дома выходной день, я знаю, что в графике у меня с 14, плюс 4 часа, да, это с 2 до 6, до 18, мы с супругой, там, с ребенком планируем идти в город, как бы, ну, смысл сидеть дома. Ну, у вас нет такого специального отдельного кабеля запитания, нет, да? Нет, нет, у меня есть, безусловно, дома аккумуляторы, как бы, которые какое-то время холстки поддерживают отопление, как бы, но это не лично. Бесперебойничек, да, 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 но это такое. Но специального кабеля у меня нет. Я, мой адрес также есть в списке, так же, как адрес всего менеджмента нашей компании. То есть, у нас нет отдельных адресов для того, чтобы мы были не без электричества. Да, безусловно, мы как-то стараемся предусмотреть эту историю, да, там, аккумуляторы какие-то, дизель-генераторы, еще что-то, еще что-то, если возможность. Ну, так же, как любой частный человек. Хорошо тем, кто подсоветился с солнечными этими. Это да, но, опять же, сейчас зима, не факт, а ночью. Поэтому, что происходит дальше? Дальше происходит следующая история. То есть, мы графики выкладываем, в этих графиках есть, вот как у меня был случай дома. С двух до шести не должно было быть электричества. В 12 часов у нас выключается электричество, остается только газовый котел, поддержка отопления. Это уже внутренние ваши... Да, 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 да. Остается только вот эти, но от батареи, вот этих аккумуляторных. Я смотрю на график с 14. Безусловно, я позвонил коллегам, говорю, а что случилось, почему мы что-то, что-то не так, там, аварийные какие-то ввели отключения или что. Они говорят, нет, просто на линии случилась авария, и, к сожалению, мы начали ее ремонтировать. Поэтому, да, если мы успеем эту графику отремонтировать, мы ее, конечно, включим, но потом по графику мы ее выключим. У вас не будет электричества двух до шести, все равно, потому что этот объем нужно сохранить. Но, к сожалению, вот так. Поэтому есть несколько незапланированных вещей, которые люди должны понимать, и снизились к этому с пониманием. Можно обратиться к нам на страницу в Фейсбуке, да, Детек Днепровской электросети, задать вопрос, если вы не находите себя в графике, мы постараемся либо там откорректировать, либо еще как-то. Это первое. Второе. Вдруг это аварийное, если это аварийное отключение, мы, безусловно, сразу же сообщим вам, но это не значит, что вы пропали из графика. То есть, если вас отключили раньше, это здесь... Не значит, что вас не отключат еще и по графику. Да, здесь два, две необходимых, корица, звезды сходятся, если вас отключили раньше, либо продолжили ваше отключение после графика. Это либо оператор системы передачи говорит, что у него авария, и ему нужно еще время, да, еще больше, и нам не хватает, и поэтому мы кого-то чуть дольше оставляем, потом до новой очереди включаем. Либо у нас на сети случилась авария, и именно ваш дом, к сожалению, в этой аварии участвует. Вот и все. Ну, либо обстрел, либо еще как-то. Вот какие-то такие вещи. Поэтому мы стараемся максимально быстро, конечно, это устранять, но не всегда получается. Мало того, есть еще один момент, очень важный, это время, которое нам нужно на отключение и включение. Мы стараемся сейчас держать не более четырех часов. Безусловно, есть там... Да, технологическое, да? Да, чисто технологическое время. То есть, не все по кнопке в ноутбуке, да, или там в компьютере раз и отключил. То есть, есть определенное оборудование, которое нужно приехать и выключить, да, доехав туда. То есть, нужно доехать, отключить. Соответственно, смотрите, представьте, что мы с 8 до 12 отключили первую очередь. Их там три очереди в графике, там, поводу и новое отключение. Мы отключили первую очередь. Через 4 часа, в 12, например, да, мы должны включить, отключить следующих, а первую очередь должна быть уже включена. Соответственно, мы заранее выезжаем. Минимальный объем времени, который нам нужно на отключение, вот здесь мы засекали, 37 минут. Максимально, по-моему, час 12, час 20. То есть, в зависимости от объема отключений и тех или иных территорий, где есть дистанционные отключения. Нужно же учесть, что мы говорим не только о Днепре. Конечно, это вся область. Да, это вся область, это и прифронтовые районы, и все, что... Где-то есть доезд там 20-30 минут, где-то там 10 минут, где-то 40. А где-то поехали, а там опять обстрел, пошел тревога. К сожалению, да. И мы раз, и вернулись назад. Соответственно, мы не отключили этот участок. Значит, его нужно добирать где-то в другом месте. К сожалению. И это уже аварийная история. Поэтому, да, сложная ситуация. Мы стараемся выкручиваться. Я хочу, чтобы ваши зрители понимали, что мы, когда отключаем тех или иных клиентов, это не потому, что мы хотим, чтобы эти клиенты подольше были без электричества. Да нет, безусловно. Это потому, что мы вынуждены на необходимость. Сейчас не до игрушек. Да, это вынуждена на необходимость. Если где-то мы не успеваем включить это, потому что мы не успеваем, а не потому что люди сидят просто и пьют чай. Ребята работают действительно там... Чай еще надо нагреть на чем-то. Да. Кстати, вот чтобы избежать или минимизировать эти веерные отключения, вы обращались не только к нашим телезрителям сейчас, а к предприятиям, бизнесу, к жителям области с настоятельной просьбой экономить электроэнергию. Насколько хорошо вас услышали, насколько активно откликнулись на эти призывы? То есть, можем ли мы сегодня уже говорить, сколько дней, 10 прошло с этого момента, о каких-то сэкономленных мегаваттах? Да, мы можем говорить о том, что, в принципе, я скажу так, то, как откликается бизнес, можно говорить о том, что, начиная с 10 числа, когда массированная атака началась, мы с вами не так часто переживали веерные отключения. То есть, у нас бывали ситуации, когда, да, мы попадали под веерные отключения, а бывали ситуации, когда мы под них не попадали. То есть, и обычных условно неюридических, а бытовых клиентов или потребителей мы не выключали. Не выключали почему? Потому что крупный бизнес, средний бизнес, в том числе малый бизнес, городские власти и все-все-все, кто мог снизить потребление, снижали его добровольно. То есть, мы договаривались о том, что нужно снизиться вот на такой-то объем, и тогда никто никого отключать не будет. Но, ввиду того, что иногда нужно больше снизиться, чем в принципе есть технологическая возможность по многим направлениям, к сожалению, приходится отключать и обычное домохозяйство, обычное домовладение. Поэтому я хочу сказать спасибо бизнесу, на самом деле, городским властям, областным властям, каждой громаде, которая откликалась, потому что действительно все с пониманием относятся. У нас не было ситуации, когда бы нам то или иное предприятие сказало о том, что нет, мы не будем этого делать. Да, вот у нас есть в Кривом Роге крупное предприятие Арселор, например. Мы обратились, и высшее руководство Арселорова сказало, конечно, мы же понимаем все приказ, мы пойдем на встречу. Они посмотрели на процессы, и они выдали нам объем, который был необходим для того, чтобы сбалансироваться вот именно от них. Никто, ни одно предприятие нам не сказало о том, что нет, мы не будем этого делать. Представляете, потом, после войны, когда победим, и все, многие технологические процессы на предприятиях, они поймут, сколько можно оптимизировать было. Да, будут более оптимизированы. Это так. Это так. Хорошо. Заканчивая тогда тему отключений, скажите, при каких обстоятельствах и на какое время могут все-таки отключать? Мы надеемся, что мы сможем удерживать период в пределах 4, ну, плюс-минус 30-40 минут, часов. Надеюсь, что мы сможем. Не хочу как бы ни нагнетать, ни прогнозировать какие-то другие сценарии. Надеюсь, что мы сможем. И вот из той ситуации, которая есть сейчас, я думаю, что больше, чем 4-5 часов, грубо говоря, эта история продолжаться не будет. Будем стараться, наверное, чуть более аккуратно, чуть более меньше, если это будет больше холодов, будем стараться балансировать в этой ситуации. Но пока сложно сказать. Надеюсь, что мы будем держать это время, которое есть сейчас. Про холода я спрошу, я чуть позже. Вот еще один вопрос такой. Для ликвидации последствий ракетных ударов, восстановления энергоснабжения, нужны ресурсы, да? Нужны человеческие ресурсы. Но я так с этим понимаю, у вас неплохо, судя по тому, как быстро и качественно вы все это делаете. И нужны материальные... Мы эффективно управляем. Да. А, ну это тоже, да. Управленческие тогда ресурсы еще нужны эффективные. Мы эффективно управляем. Я прочитал буквально сегодня или вчера, ДТЭК заявила, что фактически складские запасы запчастей, там или как это называется, оборудование, да, всего, оно уже задействовано, но использовано. Как быстро, как эффективно вы можете обновлять эти запасы? Мы, безусловно, работаем над разными альтернативными источниками поставок. Да, действительно, есть оборудование, которое производилось здесь у нас, которое имеет сложности с поставки. Есть вообще сложности с логистикой. В том числе оборудование, которое экспортировалось, вернее, импортировалось, простите, да, которое импортировалось. И у нас логистические цепочки, конечно же, нарушены. Длительность сроков поставки, конечно же, никто не отменял. Ну и плюс, ко всему прочему, мы должны понимать, что объемы же потребления, объемы поступления денег... Да, еще же и платежи, да. То есть вопрос и в платежах, это с точки зрения самой дисциплины. Поэтому, да, было бы хорошо, если бы мы были более дисциплинированы с точки зрения оплат. И в объемах потребления. То есть очень существенно снизились, и по тем же предприятиям, даже крупным, очень существенно уже снизились объемы потребления. Плюс мы сейчас снижаем благодаря вот этим аварийным отключениям. Поэтому это же вопрос источников, в том числе финансирования этих материалов, а также в том числе покупки их. Поэтому мы, конечно, стараемся лавировать таким образом для того, чтобы необходимые материалы были у нас на складах. Есть более длительный цикл изготовления этих иных материалов. Материалы достаточно дорогостоящие. И положить их на склад, просто чтобы они лежали, вдруг понадобятся, мы же тоже понимаем, что это... Нет, но это уже ваши детали, ваша кухня. Вы, главное, скажите, ситуация не критична с запчастями? Она сложная. Она сложная. Я не скажу, что она прям очень критична, а там ахова. Сложная, понятно. Кому сейчас легко, да. То есть мы стараемся в этой ситуации доставлять как можно меньше сложности нашим клиентам. Я скажу так. Хорошо. Крайне актуальная тема. Зима, отопительный сезон. Котельные ведь тоже достаточно энергоемкие, насколько я понимаю, объекты. В домах с электроплитами, а таких только в Днепре несколько жил массиво, наверняка же этими плитами будут подтапливать, дотапливать, досогреваться как-то. Вы готовы к таким вызовам? Смотрите, еще если говорить об электроплитах или в домах с электроплитами, это еще полбеды, потому что плюс-минус там, где проектировались электроплиты или дома с электроплитами, там эта ситуация относительно управляемая. Почему? Потому что это как-то проектировалось и отражалось. Это технически вы имеете в виду, я не имею в виду об объемах. Да, сейчас объясню. Куда гораздо хуже, если электрообогреватели, каждый желающий в каждую комнату включат в розетку. А это сейчас все покупают. Вот это гораздо хуже. Поэтому здесь, конечно, я бы призывал всех нас к более равномерному потреблению, если можно так сказать, к более осознанному потреблению. То есть не нужно включать камин во всех комнатах. Это элементарно чревато чрезвычайными ситуациями. Да, абсолютно верно. Потому что проводка, даже если в доме кто-то заменил, в квартире, а в подъезде там эти счетчики, и все паленое, горелое. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть если перегружаться будут сети, это в первую очередь внутридомовые сети. Да, безусловно, наши сети тоже могут начать гореть. Мы от перегрузок, мы, конечно, старались по максимуму в подготовках, мы старались защищать известными защитными механизмами, автоматическими выключателями, релейной защитой. Мы старались защищать все эти от перегрузок и стараемся защищать. Но все, как говорится, не предусмотришь в этой ситуации. Тут индивидуально должен каждый уже подумать. Здесь необходимо, чтобы люди смотрели, а нужно ли это осознанно, обдуманно подходить к этому. Нужно немножко нагреться. Да, мы понимаем, что можно. Мы же понимаем, что двухкиловаттный нагреватель, он может работать на максимуме все два киловатта, а может работать на минимуме полкиловатта, киловатта и так далее. Но дольше. Дольше, да, дольше. Это так. Но тогда все время он будет работать. А не так, он поработал 30 минут, потом... Проводка сгорела. Да, проводка сгорела. Или мы вынуждены были отключить электроэнергию во всем квартале. И теперь все мерзнут, потому что 10 человек не согрелось. Зато у меня двухкиловаттный был обогреватель. Да, да. Здесь сейчас как раз очень хорошо подходит песня Андрея Макаревича по поводу огня. Кто-то спалил за час, а кто-то держал этот костер. Ну и что, колориферы, наверное, что там энергоемкое? Бойлеры основное, чайники. Чайники, тюги, печи, да, вот духовые печи электрические, если они есть, панели в том числе варочные, потому что большие конфорки могут потреблять 3-4 киловатта на максимуме и так далее. Одна конфорка. Поэтому, да, варочные панели, то есть все, что можно, посудомоечные машины, потом стиральные машины, то есть все, что можно попробовать переместить в более равномерный, не в час пик, да, вот, часы максимальной нагрузки, это не на утро и не на вечер, то есть это, получается, у нас часы максимальной нагрузки, это, по-моему, где-то с, ну, я так скажу, с 17-18, где-то до 10, где-то до 10, и утром это где-то с 7 до 10, до 11, где-то вот в эти периоды. Было бы хорошо, если бы мы старались не довключать еще дополнительно там посудомойки, стиралки, бойлеры и все остальное. Бойлер можно греть ночью, например, да, бойлер можно греть днем, когда не сильно, если вы не попали в график отключения, конечно. Ну, а ночью, по идее, мы не сильно отключаем, поэтому как можно ночью попробовать нагреть. Мне кажется, что надо как-то осознанно подходить к этому, потому что мы все сейчас в одной лодке. И одна емкость с водой носит. Куда обращаться, если вдруг что и как? И за информацией, и в случае каких-то ситуаций. У нас есть всевозможные каналы коммуникации от, там, чат-бота в Телеграме, Вайбере до колл-центра, да, там, по телефонам на сайте, везде можно узнать. Я бы рекомендовал, у нас большая часть людей пользуется, конечно, там, возможностью дозвона, да, это попробовать позвонить там в колл-центр, потом, если большой наплыв людей, мы не успеваем всем отвечать, и это тоже плохо. Поэтому я бы просил не пытаться звонить в колл-центр, потом не дозвониться и писать на Фейсбук, я не могу дозвониться в колл-центр. Мы отвечаем по всем каналам, стараемся отвечать, поэтому какой удобный канал вам, да, таким пользуйтесь. Удобно позвонить, попробуйте позвонить, но с терпением там дождаться. Если же есть возможность пользоваться Фейсбуком, пожалуйста, напишите, мы в любом случае ответим, там, 10, 15, 20 минут, полчаса, по-моему, максимум, мы все равно ответим. И вот здесь хотелось бы, чтобы мы как-то с пониманием, потому что если человек пробовать здесь не получилось, здесь ему там за 2 минуты не ответили, он следующий канал, то есть… Это такая дидос-атака. И мы как бы не успеваем просто, один человек там в 3-4 каналах может создать действительно большую нагрузку. То есть везде нужно быть экономным. Да, осознанным. Осознанным, да. Андрей Иванович, спасибо за разговор, вот по ту сторону экрана потребители электроэнергии, вот по эту сторону вы, что вы, может быть, сказать хотите? Да, то, о чем я говорил на протяжении всей передачи, я бы хотел обратиться ко всем, да, там и к предприятиям, к бизнесу и ко всем нашим клиентам, а у нас их без малого 1,4 млн, если говорить про всю область, да, и достаточно большое количество юридических лиц. Мы крупнейший оператор системы распределения в Украине, да, то есть мы крупнейший, потому что у нас и промышленность, и бизнес был, да, который потреблял очень много в довоенный период, поэтому мы были крупнейшими. Я бы хотел, чтобы мы с вами действительно посмотрели в сторону осознанности, в сторону осознанного потребления и лишний раз не включали то, что можно не включать. Не обязательно включать чайник и утюг одновременно. Ну, в конце концов, можно это сделать по очереди. Да, не обязательно держать большое количество электроприборов включенным сразу, особенно, я говорю, в час пик. Поэтому если мы будем более осознанны в этом плане, да, если мы не будем колориферы, там, камины, электропанельки и так далее, включать во всех комнатах и ставить на максимум и ходить, потому что нам так удобно, да, я понимаю, что клиент, который говорит, я за это оплачиваю, я имею на это право, да. Но мы находимся сейчас в такой ситуации, когда нужно посмотреть на это чуть более, ну, не знаю, социально ответственно, что ли. Потому что от того, что ты делаешь, зависит, будет ли в соседней квартире, в соседнем доме или на соседнем предприятии. Это та из ситуаций, когда деньги решают не все. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А ты не можешь взять его и долить в эту емкость эти пол-литра воды, которых нет. Ну, ты просто не можешь этого сделать. И неважно, есть у тебя на это деньги или нет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Уважаемые телезрители, у нас был генеральный директор ДТЭК Днепровской электросети Андрей Терещук. Так, будьте осознанными, а мы победим. Спасибо. Спасибо.